Сочинение Евгения Боротынского. Эта запись LibriVox является общественным достоянием. За подробной информацией обращайтесь на сайт LibriVox.org. Евгений Боротынский. Первая часть стихов 1824 года. К жестокой. Неизвинительной ошибкой скажите, долго ли будет вам Внимать с холодной улыбкой любви укором и мольбам? Одни победы вам известны, любовь нечаянно узнав, Каких лишаетесь вы прав, и меньше ли будете прелестны, Ко мне примерно нежный став, в наслаждении лишены ли Дурачить пленников других, и гордые быть, как прежде были, В толпе соперников моих? Еще ли нужно размышление, любви простое упоение Вас недовольствует вполне, но снег и страстные поклонения Соединить не трудно мне, и, ваш угодник постоянный, Попеременно я бы мог быть с вами запросто в диванной, В гостиной быть у ваших ног? К. Зачем же вы и выражения моей приязни каждый раз? Вас возбуждают опасения и возмущают даже вас. Страшитесь вы, страшитесь, браво! Не взволновали ли вы мне кровь, и голос дружества любовь Не принимает ли лукаво? Душа полна тоски и я, но я рассудка не забуду, И на смятение моя ответа требовать не буду. Не терпит бог младых проказ, ланит увядших в палых глаз. Надежды были бы напрасны. Что ж, я не жалок, и, притом, любуясь вами как цветком, Я счастлив тем, что вы прекрасны. Когда я в очи вам гляжу, предавшись нежному томленью, Слегка о прошлом я тужу, но рад, что сердце нахожу Еще способным к упоению. Меж мудрецами был чудак, я мыслю пишет он, И так я, несомненно, существую. Нет, любишь ты, и потому ты существуешь. Я пойму скорее истину такую. Огнем, похищенным с небес, одушевил свое создание Епитов сын, и в наказание жестокий мстительный Зевес К вершине дикого Кавказа его цепями приковал. В ран сердца грыз ему улетал. Кто от единого рассказа не цепенел, не трепетал? И вы трепещете, но что же? В огне любезных мне очей я занял жизнь души моей. За этом стиле вы мне тоже, и так же рады мстить ей-ей. Но в жар краса меня не вводит, тяжелый опыт взял свое. Я захожу в приют ее, как вольнодумец в храм заходит. Душою празднуй с давних пор, вам лепечу я нежный вздор. Увы, беру прельщенье меры, как он порою в храме том, Благоуханье сжет без веры, пред сердцу чуждым божеством. Хоть граф и князь не все есть тоже, Однако ж есть у нас и князь, который несколько моложе, Но, посидевший потрудясь, на графа пишет он похуже. Богдановичу В садах Элизия, у вот счастливой леты, Где благоденствуют отжившие поэты, О, душенькин поэт, прими мои стихи! Никак в писатели попал я за грехи, И, надоев живым посланиями своими, Несчастным мертвецам скучать решаюсь ими. Нет нужды до того. Хочу в досужный час с тобой поговорить про русский наш парнас. С тобой поэт живой, затейливый и нежный, Всегда пленительный, хоть несколько небрежный, Чертам заметнейшим, лукавой остроты, Дающей милый вид сердечной простоты, И часто на готу рисуя нам бесчинно, Почти бесстыдным быть, умеющей невинно. Нехладной шалостью, но сердцем внушена, Веселость ясная в стихах твоих видна. Мечты игривые тобою были петы, В печаль влюбились мы, Новейшие поэты не улыбаются в творениях своих, И как-то в мире сем все очень не по них. Ну что ж, поклон да вон, Увы, не в этом дело. Ни жить им, ни писать еще не надоело, И правду без затей сказать тебе пора, Пристало к музам их немецких мус ханра. Жуковский виноват, Он первый между нами вошел в содружество С германскими певцами И стал передавать, забывший божий страх, Жизнехуление их в пленительных стихах. Прости ему, Господь. Ну что же, все мараки ударились потом в задумчивые враки, У всех унынием отделось очело, Душа увянула, и сердце отцвело. Как терпит публика безумие такое, ты спросишь, Публике наскучило простое. Мудреная теперь любезна для нее, У века хилова испортилось чутье. Ты в лучшем веке жил. Не столько просвещенный, Являл он бодрый ум и вкус неразвращенный. Венцы свои дарил безвычур толковит, Он только истинным любимцем Аонид. Но нет явления без творческой причины. Сей благодатный век был век Екатерины. Она любила мус. И ты ли позабыл, Кто душеньку твою всех прежде оценил. Я думаю, в садах, где свет без смерти блещет, По ныне тень твоя от радости трепещет, Воспоминая день, Сей день, когда певца, Еще за милый труд неждавшего венца, Она, друзья и я, условясь потаенно, Так лестно приняли ему попеременно Страницы душеньки, читая наизусть. Сердца завистников стеснила злая грусть, И на другой же день расспросы о поэте И похвалы ему жужжали в модном свете. Кто вкуса божеством теперь служил бы нам? Кто в наши времена и прозе, и стихам, Провозглашая суд разборчивой и правой, Заведовать бы мог парнасской управой? О, добрый наш народ имеет для того Особенных судей, которые его В листах условленных и в цену приведенных Снабжают мнением о книгах современных. Дарует между нас и славу, и позор Торговой логике смышленный приговор. О наших судьях не смею молвить слово. Но слушай, как честят они один другого? Товарищ каждого глупец, невежда, враль, Поверить надо им, хотя поверить жаль. Как быть писателю, в пустыне благодатной, Забывшей модный свет, забывший свет печатный? Как ты, философ мой, таиться без греха? Избрать в советники кота и петуха, И в тишине трудясь для собственного чувства В искусстве находить возмездие искусства? Так веку вопреки, всей самой веку нас, Сладкопоющих лир порою слышен глаз, Благоуханный дым от жертвы бескорыстный. Так нежный батюшков, жуковский живописный, И подражаемый, и целую орду Злых подражателей, родивший на беду. Так Пушкин молодой, Сей ветренник блестящий, Все под пером своим шутя животворящий. Тебе, я думаю, знаком довольно он, Недавно от него товарищ твой Назон Послание получил. Любимцы вдохновения Не могут победить сердечного влечения, И между нас поют, как некогда орфей, Между мохнатых пел По вере старых дней. Бессмертие в веках им будет воздаянием. А я, владеющий убогим дарованием, Нурвением горя полезным бытием, Я, правда, красоту даю стихам моим. Желаю доказать людских сует ничтожность И хладной мудрости высокую возможность. Что мыслю, то пишу. Когда-то веселее я славил на заре Своих цветущих дней Законы сладкие любви и наслаждения, Другие времена, другие упражнения. Теперь зрелей мой ум, Черствей душа моя. Опять, когда умру, повеселею я. Тогда беспечных мус, Беспечного питомца, Прими, философ мой, Как старого знакомца. Невесте, а я, Васильевой. Не раз гемена клеветали Его бездушным торговцом, Брюзгой, ревнивцем и глупцом Попеременно называли. Как свет его не назови, У вас он будет, без сомнения, Достойным сыном уважения И братом пламенной любви. Ручинсальм, 1824 Лудковской Слепой поклонник красоты Наперекор моей судьбине, В нее я веровал до ныне, Ей нес я в дар моей мечты. Я трепетал в тоске желания, У ног волшебниц молодых, Но тщетно взор во взорах их Искал ответа и узнания. Огонь утих в моей крови, Покинув службу Купидона, Я променял сады любви, Наверх бесплодный геликона. Но светлый мир уныл и пуст, Когда души ничто не мило, Руки пожатье заменило Мне поцелуй прекрасных уст. Когда придется как-нибудь Досужий час воспомянуть Вам о Финляндии суровой, О финских чудных щеголях, О их безужженных балах И о Варваре Аргуновой, Не позабудьте обо мне, Поэте сиром и безродном, В чужой далекой стороне, Сердитом, грустном и голодном, А вам, монеточка моя, Что пожелать осмелюсь я? О, наилучшего, конечно! Такой прибыть, какой у вас, Сегодня вижу я на час, Какой помнить буду вечно. Ручинсальм, февраля 15-го, 1824-го года. Молодые грации сплели тебе венок, И им стыдливую невинность увенчали, В него вплести мне нельзя ли На память мертвый листок? Хранимый дружбою он верно не увянет, Он лучших чувств моих залогом будет ей, Но друга верного и были прежних дней Да поздно милая вспомянет, Да поздно юных снов утратит легкий рой, И скажет в тихий час случайного раздумья, Не другом красоты, не другом остроумья, Он другом был меня самой. Фридрихскам Фольбом Софии Мила как грация, скромна, как сандрильона, Подобно ей красой она достойно трона. Приятно лира ей моя, но что мне в этом? Быть королем желал бы я, а не поэтом. Звездочка Вскляни на звезды, много звезд в безмолвии ночном, Горит, блестит кругом луны на небе голубом. Вскляни на звезды, между них милее всех одна. За что же ранее встает, ярчи, горит она? Нет, утешает свет ее расставшихся друзей. Их взоры в синей вышине встречаются на ней. В звезде любезны чувства есть, Издумаю глядит, и взору шлет ответный взор, И нежностью горит. Из милой звездочки своей несводим мы отчез, И провожаем мы ее на небо и с небес. Себе звезду избрал ли ты в безмолвии ночном? Их много блещет и горит на небе голубом. Не первый вставший сердце в верь, И суетной в любви. Не лучезарнейшую всех своей назови. Ту назови своей звездой, Что с ду мою глядит, И взору шлет ответный взор, И нежностью горит. 24 сентября 1824 Девушки, которой имя было Аврора Выдь, дохни нам упоением, Соименница зари, Всех румянным появлением оживи и озари, Пылки юноша не сводит взоров с милой и порой, Мыслит с тихою тоскою, Для кого она выводит солнца счастья за собой? ОПРАВДАНИЕ Я оселился счастливой старины Возобновить счастливые мечтания. Взывал к тебе, взывал от глубины Души моей исполнены страдания. Вообще, увы, печальных срок моих Не хочешь ты ответом удостоить. Не тронулась ты нежностью их И презрила мне сердце успокоить. Виновен я, и в памяти твоей не оживу, Прощенья уж жестокой не вымолю, Я был неверен ей. Нет жалости к тоске моей глубокой, Внимания нет к мольбам любви моей. Виновен я. Я нежные признания Твердил сто раз красавицам другим, Я к ним спешил на тайные свидания, Я расточал живые ласки им. Но все дышал Доридою одною, В объятиях мечту о ней тая, В объятиях был верен ей душою И отдавал им только чувства я. В собраниях, веселью посвященных, На празднествах столичных богачей, При пламени бесчисленных свечей, При гуле струн смычками оживленных, Как бешеный в безумном вальсе мча То Делию, то Дафну, то Лилету, И всем троим готовы сгоряча Произнести по страстному обету, Касаясь всех душистых их кудрей, Лицо моим, объемля жадной дланью, Их стройный стан. Так в памяти моей Уж не было подруги прежних дней, Принадлежал я новому мечтанию. Но к ним ли я любовью пылал? Нет, милый друг, Когда в уединении Себя потом я строго проверял, Их находя в моем воображении, Тебя одну я в сердце обретал. Доверчивых вертушек обольщая, С восторгом пел я чувства к ним мое, Но жар любви, Но голос и я как находил, Тебя воображая. Не в нем лишь ты, И мог моих же одна, По правилам при лестницах хладнокровных, Все памятью обид своих полна. Простишь навек, Но знаю, что двух виновных Ни одного найдутся имена В стихах моих, В преданиях любовных. Конец первой части стихов 1824 года. Читала Ксениум 5. Санкт-Петербург. Январь 2015 года.